Документы для кейса Вообще сама идея у меня возникла два года назад и все это время я изучал вопрос переезда. По большому счету все распланировал и хотел бы получить образование у вас и начать карьеру тестировщиком после получения разрешения на работу. Хотел бы получить от вас совет на пункте, так как имею беспокойство с местом для старта. Я имею экономическое образование и имел свой небольшой бизнес. Моя супруга тоже была в США 7 лет назад по программе Work and Travel. По образованию филолог английского языка. Сестра тоже имеет экономическое образование и помогала мне в моем бизнесе. Бизнес связан с продажей строительных материалов. Так как первое время по приезду будут большие затраты и малые доходы, мы выбирали либо Лос-Анджелес, много работы легко найти, но в то же время жизнь не самая дешевая в Калифорнии, или Сакраменто, недорогая жизнь, но можно ли найти на первое время работу без разрешения на работу. Это вопрос. Денег с собой планируем взять порядка 35-40 тысяч долларов. И за расчет адвоката на две семьи, моей сестры 14 тысяч, купить два автомобиля, 34 тысячи каждый, и на жилье 2-3 в эту квартиру или домик, если Сакраменто, до 1000 долларов. Или Лос-Анджелес 1500. Маловато, да, но... Остальные деньги для непредвиденных расходов, но хотелось бы выйти в ноль, сравнять доходы и расходы в максимально короткой сроке. Вопросы. Первое. Первая работа. Я хотела бы устроиться в мувинг или на другую работу через пару дней, неделю после приезда. Физическую работу не боюсь. Как обстоят дела с такой работой в Сакраменто? Я сам более склонен к Сакраменто, так как он ближе к Сан-Франциско, и в будущем я хочу связать свою работу с Айти. Есть определенные навыки, так как это мое хобби по жизни. И начав жизнь с чистого листа, я хотела бы поменять сферу деятельности. Но ввиду малой информации по Сакраменто, есть сомнения, что Лос-Анджелес в плане первой работы намного проще. Также найти работу для супруги или сестры. Если найти всем работу, то детей отдать в детский сад или нанять няню. Либо же твой взрослый работает, один взрослый смотрит за тремя детьми. Либо же была мысль снять дом небольшой и смотреть кроме своих детей за другими детьми. Второе. Адвокат. Хотел бы поработать со Светланой Кафф. Я подписан на вас пару лет, и мне наличие очень симпатично. Но если останемся в Лос-Анджелесе, то вы в своем недавнем стриме говорили про адвоката из Лос-Анджелеса, которые вы могли бы порекомендовать. Прошу дать контакты. Третье. Карьера. Правильно ли я думаю, что Сан-Франциско и Кремниевая долина это место для карьеры только Айти? Могут ли реализовать себя супруга и сестра в других сферах? Конечно, в Лос-Анджелесе можно найти себя практически в любой сфере. А так ли это в Сан-Франциско и Кремниевой долине? Четвертое. Вообще, ваше видение, как бы поступили вы, исходя из того, что настроили взрослых людей с теми маленькими детьми? Какой город в Калифорнии выбрали бы вы, имея жизненный опыт, в Калифорнии более 20 лет? Ну, первое, что я хочу сказать, что, конечно, насчет двух машин за 3-4 тысячи, это он немножко недооценивает. То есть, во-первых, непонятно, зачем им две машины, то есть, если они вместе живут в одной квартире или в одном доме... Нет, он не меньше, потому что он уезжает на работу, допустим, а там сестре и жене нужна машина. Ну, значит, кто-то из них отвезет его на работу, а потом вернется, и у них останется машина. Значит, машину за 3-4 тысячи можно купить, но нет уверенности, что это будет машина более-менее сносная, чтобы машина была поприличней. Нужно тысяч, ну, 5-6, вот я бы так сказал. Поэтому можно купить за 3-4, и потом каждый месяц будешь по тысяче, по полторы, по две в нее вкладывать. Поэтому я бы не говорил про 3-4 раз, и я бы сказал, что первое время они могут вполне обойтись одной так точно. Теперь, что касается заработков, и, точнее, места жительства, да, там Лос-Анджелес или Сакраменто. Значит, получается такая штука, что в Сакраменто, из того, что вот я в последнее время слышу, очень плохо, там очень плохо с нелегальной работой. И это не Лос-Анджелес. То есть в Лос-Анджелесе проще. Дальше, что в Лос-Анджелесе, если они подаются на политику, там 4 года надо ждать интервью. Сейчас очередь очень длинная. В Сан-Франциско это 2 года. То есть если они живут в Сакраменто, они относятся к Сан-Францискому центру. А если они живут в Лос-Анджелесе или там в районе, где-то там, они относятся к Лос-Анджелесскому, и, соответственно, им гораздо дольше ждать. То есть, может быть, их это совершенно никак не напишет, не напрягает, они могут находиться в Лос-Анджелесе 4 года, так 4 года, а что? Но я не знаю, я бы старался поскорее все-таки пройти легализацию. Поэтому я думаю, что, может быть, им не надо вообще в Калифорнию ехать, а, может быть, им надо было бы поехать в Нью-Йорк или куда-нибудь по Флориду в районе Майами, вот туда, там очень много работы, там она много не платит, но хватит на жить, там цены низкие. Вот, я бы туда поехал, может быть. И я бы не стал, как сказать, я бы не стал циклиться на том, что там, где они будут жить через год, два, три или пять, они должны оказаться сразу по приезду. Они могут оказаться в одном месте, а потом в другом. Что касается Кремниевой долины и возможностей для экономистов, да, там они обе экономисты, девочки, значит, там одна точно экономист, она ему бизнес помогала, а вторая с английским языком. Вторая с английским языком. То есть она должна чему-нибудь там научиться, вот, там, тем же там тестировщикам, например. Значит, такая работа есть абсолютно всюду, и я бы не стал себе заморачивать голову по поводу девушек, что вот им лучше там, значит, в Сакраменто, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и так далее. И абсолютно всюду будет нормально. Значит, для экономиста работа всюду есть, в любом большом городе, вот, или, скажем, в мегаполисе, не обязательно быть в самом большом городе. Ну, у нас, конечно, такой экономист, это аккаунт, можно знать местные вещи, которыми используются местные правила, то есть, может быть, пойти поучиться на аккаунте где-то. Ну, подожди, вопрос идет о том, что найдет она для себя в Сан-Франциско, или ей надо обязательно быть в Лос-Анджелесе. В этом смысле, в этом смысле, не имеет никакого значения, где ей быть. Даже Сакраменто. Значит, что еще сказать? У них немного денег. Да, сколько там было? Тысяч? Тридцать-сорок тысяч. У них совсем немного денег. Значит, им надо на адвоката... На адвоката что-то немного там заложили. Но них две семьи нет. Две семьи... Ну да, там как бы два заявителя. Ну, хорошо, значит, им нужно действительно... Значит, ну, допустим, по шесть тысяч они могут... Там есть адвокаты, которые вполне приличные, которые за шесть тысяч могут сделать. То есть, я понимаю, что ему хочется к Светлане, но у Светланы это подороже будет. Там сейчас там... Вот на сегодня... Ну, последний раз, когда я слышал, там было восемь с половиной. Вот, поэтому... Это семнадцать тысяч, это вообще там... Может быть, не надо, не надо так. Может, кого-то там подешевле, я не знаю. Вот. И... Очень трудно сказать, потому что у них нет денег на то, чтобы... У них нет денег на то, чтобы жить на них там месяцев шесть-семь-восемь, да? Пока они получат разрешение на работу, в случае с чего. То есть, практически все их деньги уйдут там на машину и на адвокатов, и, собственно, что у них там остается-то? Они должны зарабатывать на жизнь. Для... Для... С первого дня. Для зарабатывания на жизнь, я бы сказал, что... Одна из девочек сидит с детьми. И, может быть, даже она может присоединить там одного-двух соседских там где-нибудь. Это должна быть русская комьюнити. Должна быть русская комьюнити. Подождите, должна быть русская комьюнити. Но, с другой стороны, в Сакраменто такая большая русская комьюнити, что там легко и без них найти. То есть, они там могут не очень сильно прийти. Вот. А вот я думаю, что Лос-Анджелес в этом смысле правильнее место. Там больше работы и там привычно, так сказать, там. И русская комьюнити тоже достаточно большая прийти. Но не такая, не такая в процентном отношении мощная, как вот Сакраменто. Что еще сказать? Он мог бы вполне работать на стройке. Вот на стройке люди зарабатывают... Есть разрешение на работу. Без разрешения на работу. Да. Да, такой работы много. Причем, ему надо, скорее всего, это будут какие-то русские там бригады. Не мексиканские. Ну, еще раз. Я в рамках таких нахожусь, что вроде мне говорят, где в Калифорнии. Но я еще раз повторюсь, что я думаю, что Нью-Йорк или Майами было бы, наверное, не хуже. А может быть и лучше. В этом смысле. То есть, у них два работающих человека. Они вполне в состоянии заработать на жизнь. Даже с учетом там троих детей, все-таки. Но два работающих человека могут заработать даже нелегально. В Майами, например, там очень много работают в туристическом бизнесе. Рестораны, гостиницы. Там немного платят. Но, ну, на жизнь хватит. Вот я бы, наверное, так посоветовал. Да, а что касается школы, так можно и онлайн новых класс брать. Да, конечно, учиться онлайн. Это, наверное, дешевле, да? А во-вторых, ты все-таки находишься в том месте, где жить. Не такая дорогая. Да, да. Нет, безусловно, намного, намного дешевле было бы учиться в онлайне. И кроме того, что работаешь, что в Нью-Йорке, что в Майами достаточно много. Поэтому я бы не переживал по этой части. Вот такое мое мнение. И я думаю, что вот из двух девочек, которые у них там есть, значит, та, которая просто по-английскому, она, наверное, легко переквалифицировалась бы в те же самые тестировщики. Поскольку ей все равно нужно профессию какую-то приобретать. А та, которая экономист, если она действительно очень как бы в своей профессии, значит, она может в ней подняться достаточно высоко. Ей просто время нужно. То есть она должна начать работать, потом потихонечку сдавать там на CPA и глядишь, они же молодые все начнуты по 30-нику. Потом смотришь годам там в 35-ти, там в 6-ти, она уже будет иметь своего CPA, будет уже хорошо зарабатывать, в серьезном таком корпоративном бизнесе работать и так далее. Это вполне, вполне достижимо, если она хочет. Так что вот такое мое видение. Что-то хочешь добавиться? Ну, не знаю, аккаунтинговый бизнес, он, в принципе, востребован. Значит, аккаунтинг бывает разный. Бывает аккаунтинг такой, который считает налоги, да, это одна специализация. Бывает такой аккаунтинг, когда человек работает в большой компании и учитывает payable, receivable, не знаю, как, протежи, расходы, доходы. Приход, приход. Значит, когда человек работает в компании, это работа оплачивается не очень высоко, вот. А когда он CPA, конечно, это намного лучше CPA, то сертифай паблик аккаунтинг, это специальная лицензия нужна. Нужно, в первых, там, образование получить и получить специальную лицензию, плюс нужно два года проработать у какого-то CPA, найти, который, в общем, довольно... Да, про два года мы не будем говорить, это в разных штатах разные правила игры. Это не просто найти CPA, который возьмёт вас, себе помощники. А ну, с одной стороны, не просто, с другой стороны, все, кто хотел, все нашли. Поэтому я бы не стал сейчас зацикливаться вот на этой части. Но, Светлана, правильно говорить, что я согласен, что это востребовано. Это очень востребовано. И если вы выйдете на уровень CPA, вы будете очень и очень прилично зарабатывать. Не хуже инженеры, правда? Да, и что, это свой бизнес. И я смотрю, что вот все аккаунтанты, которые мы имели дело, там они вначале раскручиваются, у них не очень много клиентов. Но постепенно, это word of mouth, да, работать с клиентами, и получается хорошо, что какой-то бизнес, они нанимают потом себе уже кого-то, помощники и так далее. Да, и берут хорошую денежку, вот мы, как небольшая корпорация, да, можем вам сказать, что берут очень приличную денежку. Ну, хорошо, ладно, давайте мы пожелаем ребятам, чтобы у них все хорошо получилось. Письма, которые мы сейчас взялись отвечать, вопросы, где-то с июня, июля дожидались, в свою очередь, потому что очень длинные. И мне нужен ассистент, вот тот, кто со мной едет и засчитывает такой большой вопрос. Так что вот, Светлане, скажем спасибо. Вот, и движемся дальше к следующему вопросу. Счастливо! Счастливо!